Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 12 декабря, московское время 16 часов, и мы начинаем наш регулярный вебинар по понедельникам, посвященному анализу текущей ситуации на мировых финансовых площадках. Мы обсуждаем здесь обычно главные события, которые произошли, которые могут произойти и которые могут повлиять в ближайшее время на мировые рынки. Продолжение следует... По поиску найти расписание вебинаров, зайти в этот день, каждый понедельник в 16.00 по московскому времени, зайти в расписание вебинаров и по ссылке пройти, и вы попадете на наш вебинар, будете здесь участником и получите возможность задавать ваши вопросы и получать на них ответы. Моя фамилия Макарова, зовут меня Михаил, я работаю в компании InstaForex аналитикным преподавателем. Итак, мы начинаем. Как я уже сказал, сегодня понедельник, то есть у нас начало новой недели, и можно сказать, что эта неделя, в отличие от предыдущей, предыдущая неделя была, в принципе, достаточно проходная, а эта неделя будет неделей больших новостей. Поэтому после такой недели, так сказать, как бы выжидания, ничего нет странного, что рынки, так сказать, находятся у нас в состоянии некоторой консолидации. Ну вот если мы, например, посмотрим на американский фондовый рынок, вот его у нас график вот у нас в левом нижнем углу расположен, то мы увидим, что у нас был достаточно большой рост, который произошел 10 ноября. И вот 10 ноября у нас рынок по S&P 500 залег в такой диапазон, который находится между 3927 и 4085. Да, вот в этом диапазоне примерно 150 пунктов по S&P 500, так сказать, рынок и колебался. У него был достаточно приличный рост, и казалось, что вот произойдет продолжение роста. Это было 30 ноября, то есть почти две недели назад. Рынок даже вышел выше всех трех ключевых средних, вот последняя выше всех была 200-дневная средняя, он вышел, он закрыл там день, он закрыл выше этого еще два дня, выше этой средней, но тем не менее потом скатился на поддержку в виде 100-дневной средней. И вот уже сегодня пятый день, который рынок находится в этой поддержке. Вот такая у нас картина, например, по американскому фонду Моронко. Если мы посмотрим на европейскую валюту, то тоже европейская валюта у нас показала отскок от дна, сейчас я вот точно по дате посмотрю, отскок от дна европейская валюта показала у нас тоже 30 ноября, вот она, значит, европейская валюта пошла наверх, вот, но потом, буквально у нас это было со 2 декабря, то есть 10 дней европейская валюта находится в достаточно узком тоже диапазоне, от 1,0450 до 1,0580. То есть вот в таком диапазоне 150 пунктов и жмется к верхней границе диапазона, как бы намекая нам, предполагая, что дальше, так сказать, прорыв будет наверх. Так, нефть в это время падала, нефть упала до годовых минимумов, бренд упал до 70 долларов за баррель, но сейчас отскочил и тоже, значит, консолидируется около 75-76 долларов. Как можно, так сказать, сделать простой вывод? Рынки на самом деле, так сказать, выжидают. Рынки выжидают нескольких событий, вот сегодня у нас уже практически без 2 дней середины декабря, с учетом того, что год, фактически активный торговый год в странах Запада кончается, конечно, в Рождество, а это с 25 на 26 декабря, то есть у нас фактически остается, грубо говоря, 2 недели торговли, и понятно, что вот эта неделя, она будет определяющей, так сказать, именно в связи с тем, что выйдут очень важные новости. Итак, что же выйдет на этой неделе? То есть мы показали, что вот у нас рынки как бы залегли в некоторый такой диапазон, и вот куда выйдет этот набор новостей, особенно если он выйдет некоторым таким однозначным образом, это задаст движение до самого Рождества, значит, как бы забегая вперед, могу сказать, что на мой взгляд американский фондовый рынок, например, вполне был бы готов показать приличные ралли в следующие 2 недели, но только ему нужна вот некоторая поддержка от новостей. Что будет с европейской валютой, это чуть более сложная задача, но все-таки, вероятно, если рынок американский пойдет наверх, то европейская валюта тоже как бы по некоторой корреляции, и иногда с работающей попытается показать некоторый рост, но возможно, там картина будет другая. Итак, на этой неделе три главных новости. Первое, значит, завтра уже не сегодня, сегодня практически проходной день, но завтра, вот во вторник, 13 декабря, выйдет инфляция, розничная инфляция уже за ноябрь. Индекс CPI, инфляция розничных цен. Прогноз состоит плюс 0,4% и базовая инфляция плюс 0,3%. Вообще говоря, давайте подумаем, много это или мало. Значит, 0,4% общей инфляции, это если без сложного процента брать, это примерно 4,8-5% годовых. А ядро, значит, 0,3%, это еще меньше, это 3,6%. Это было бы совсем неплохо, на самом деле, для Федерального резерва. Эта новость особенно будет важна по той причине, что у нас уже на следующий день в среду состоится именно, так сказать, заседание Федерального резерва по процентным ставкам, последнее в этом году. Вот, значит, какие прогнозы по ФРС? Последние недели держится примерно 75% вероятность, что Федеральный резерв повысит ставку плюс 0,5%. Сейчас там существует несколько ставок для разных операций, и поэтому, значит, сейчас процентная ставка ФРС 3,75-4%. А прогноз, соответственно, плюс 0,5%, то есть прогноз состоит в том, что, начиная со среды, у нас будет ставка 4,25-4,5%. Это довольно много, на самом деле, но при этом, как бы, это будет замедление, потому что все-таки существует 25% вероятность, что ФРС, как в предыдущие разы, поднимет ставку сразу на 0,75%. Ну, довольно ясно, что если, например, ФРС действительно все-таки поднимет на 0,75%, то это вызовет падение все-таки фондового рынка существенно. Я думаю, и мне кажется, что нет намерений. Понятное дело, что ФРС прекрасно знают, чего ждет от них рынок, и за исключением какой-то крайней необходимости удивлять в негативном плане рынки, я думаю, что настроения у ФРС нет. Но тут важен не только сам факт. То есть, допустим, у нас инфляция выходит умеренной, то есть, по прогнозу, это, в принципе, хорошо для рынка. Я думаю, что рынок может начать расти уже завтра. Но, так сказать, неустойчиво, неуверенно, потому что важно, какой будет позиции ФРС. И главное, что, как мы понимаем, что при решении ФРС по ставкам будет опубликован еще и текст заявления Федерального резерва. И вот это важно, что будет сказано в тексте заявления. Потому что, ну, можно как бы не говорить прямо от своих дальнейших планов, но сделать некоторые намерки. То есть, если, например, в тексте заявления ФРС будет сказано, что инфляция по-прежнему остается слишком высокой, что, так сказать, ФРС сосредоточен на борьбе с инфляцией, это является первой главной задачей, вот это все. Это будет говорить о том, что ФРС твердо намерен, так сказать, повышать ставку далее. Если же, например, будет, так сказать, сказано, что ФРС будет внимательно следить за превходящими экономическими данными, что наметилось замедление экономического роста, то есть, намечились признаки слабости, то это, возможно, будет говорить о том, что ФРС может даже сделать некоторую паузу. Потому что Павел в своем заявлении на предыдущей неделе говорил о том, что мы не знаем, с какой скоростью экономика отреагирует на повышение процентных ставок. Это довольно неизвестный параметр. То есть, понятно, в целом, в каком направлении будет реагировать, но насколько быстро и как сильно, то мы как бы не знаем. Поэтому, может быть, есть смысл взять некоторую паузу и подождать, посмотреть, что будет происходить. Кстати, тут вот выступала глава Министерства финансов, а бывшая ранее главой Федеральной резервной системы Жанат Йеллен, и она сказала, что она ожидает, что инфляция существенно снизится в 2023 году. То есть, это может дать, в принципе, возможность ФРС взять паузу в повышении процентных ставок. Но, соответственно, если рынок оценит так, что следующее повышение ставки ФРС может и не быть, то тогда это, конечно, приведет к росту фондового рынка, однозначно. Потому что пока ситуация в американской экономике неплохая. Главное, что с занятостью и, соответственно, с потребительским спросом все остается более-менее нормально. Да, и, между прочим, опять же, забегая вперед, в четверг выйдет еще отчет по розничным продажам. Тоже, так сказать, возможно какое-то влияние на рынок. Вот, соответственно, это две новости. То есть, первая новость во вторник – это у нас отчет по розничной инфляции. Среда – это решение ФРС. Ну, как обычно, значит, 22.00 по Москве, как в зимнее время это бывает. И в четверг еще одно наиболее непонятное и плохо прогнозируемое событие – это решение Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Тоже последнее заседание в этом году. Вот так уж получилось, что вот сразу, так сказать, и ФРС, и ЕЦБ. И вот у ЕЦБ существенно, как бы, более плохо прогнозируемая ситуация и существенно более сложное для принятия решение. В чем проблема? Так же, как и в Соединенных Штатах, у ЕЦБ есть проблемы с инфляцией. Например, в Германии там инфляция в последние месяц-полтора выходила от 10% до 8%. То есть больше 8% инфляции в розничных цен совершенно точно. Понятно совершенно, что это очень далеко от цели Европейского Центрального Банка в 2,5%. И с этой точки зрения нужно повышать ставки, и вообще, как бы, тут нет никаких разговоров. Но, с другой стороны, в связи с резким скачком цен на энергоносители, особенно для промышленности, это огромная проблема, наблюдается явное замедление экономической активности. Вот, например, в Британии, хотя она не является членом Европейского Союза, тем более не является членом зоны евро, вот, значит, последние данные показывают, что ожидается на 2,5-3% падение промышленного производства на следующий год. Это довольно много. Вот, соответственно, европейской экономике тоже будет замедление, это совершенно точно. И тут можно сказать, что на самом деле не факт, что стандартные методы, ведь не факт, что стандартные методы являются оптимальным способом борьбы с инфляцией в этой ситуации. Что такое борьба с инфляцией и повышение процентных ставок? Это означает, что у нас цены слишком быстро растут, так сказать, и мы охлаждаем спрос, увеличивая стоимость кредита. То есть кредит дорожает, спрос на кредиты падает, соответственно, спрос конечный тоже падает, спрос конечный падает, соответственно, снижаются цены, так сказать, розничные, цены производителей замедляются, так сказать, инфляция тормозит. Но это все хорошо работает в том случае, если причины, так сказать, и это вот в России, например, проходили очень хорошо несколько раз, это хорошо работает, если инфляция вызвана, например, просто увеличением количества денег на руках у конечных потребителей. То есть быстрый рост экономики, рост заработных плат, рост доходов, соответственно, рост спроса производителей не успевают поставлять товары, цены растут, вот это вот, да, тут хорошо работает повышение процентных ставок. Если же у нас, так сказать, причина повышения инфляции, причина роста цен состоит в том, что у нас, так сказать, например, сырье подорожало, да, вот мы его, допустим, импортируем, ну, как вот ситуация Европейского Союза, очень, ну, скажем, большой процент энергии мы импортируем, то есть мы покупаем где-то за границей, нет, газ покупаем, и вдруг это все резко подорожало, да, соответственно, и, ну, разумеется, так сказать, у нас издержки возросли, и мы повышаем цены. То есть производитель вынужден повышать цены не потому, что у него увеличился спрос на его продукцию, а просто потому, что он не может же себе в убыток торговать, то есть он не может, например, там, за 80 евроцентов продавать ту единицу товара, который он сделал, потратив на нее 1 евро, да, то есть он не может торговать себе в убыток, он вынужден повышать цены, даже в том случае, если спрос так вялый, и если он понимает, что, например, он повысит, спрос снизится, но он не может, так сказать, идти, как бы, на банкротство свое, да, так сказать, по собственной воле. И вот если такую инфляцию гасить с повышением процентных ставок, то, конечно, да, то есть спрос упадет, и в конечном счете цены остановятся, но дело в том, что у тебя какая-то заметная часть экономики просто может обанкротиться, и, соответственно, так сказать, это будет иметь негативные последствия для экономики серьезные в будущем. Вот, соответственно, вот жесткая дилемма стоит перед Европейским Центральным Банком. И вот как раз буквально в последние часы, например, там в Reuters было опубликовано сообщение от Европейского Центрального Банка, что они провели, так сказать, тесты, ну, в связи с этой ситуацией, провели тесты, как бы, на риск-менеджмент в крупных банках, и, так сказать, увидели, что, на их взгляд, недостаточно принимается, так сказать, мер для защиты от риска на случай, например, каких-то нехороших событий в экономике, в частности, например, на случай, так сказать, резкого падения цен на недвижимость, в том числе, например, на офисную, потому что, ну, понятно, что банки, например, могут давать кредиты под залог объектов недвижимости, но если эти объекты резко подешевеют, то банки столкнутся с необходимостью требовать увеличения залога у клиентов, так сказать, и залогов этих может не быть. Кроме того, там проблема состоит в том, что в ситуации вот этого, ситуации с коронавирусом, Европейский Центральный Банк выдал банковской системе примерно 2 триллиона евро, так сказать, дополнительных кредитов, но эта линия закрылась, и вот 800 миллиардов евро уже возвращено, и банкам придется замещать эти, так сказать, с рынка, привлекать ресурсы, но поскольку ставки довольно высокие, то затраты банков существенно вырастут, и может так получиться, что банки будут вынуждены привлекать ресурсы для финансирования своих кредитных линий под существенно более высокие цены, и банки могут начинать, например, нести убытки с соответствующими последствиями для самих банков. Вот весь этот букет проблем, он стоит перед Европейским Центральным Банком, у которого в четверг еще расскажу решение по процентной ставке. И вот с одной стороны, так сказать, с точки зрения инфляции Европейскому Центральному Банку нужно повышать ставку, а с другой стороны, так сказать, это будет дополнительный удар по экономике, который и так находится в очень сложной ситуации в связи с резким повышением цен на энергоносители. Поэтому я думаю, что здесь даже более вероятно, чем в ситуации с Федеральным Резервом, что Европейский Центральный Банк может либо обойтись каким-то, например, символическим повышением ставок, либо, например, просто пропустить этот момент для того, чтобы, так сказать, посмотреть, что будет дальше с экономикой. Вот такая ситуация. Но пока мы видим, да, вот что происходит с европейской валютой прямо сейчас. 1,0570, то есть европейская валюта упорно пытается, так сказать, двигаться наверх спекулятивным образом, но мне кажется, что потенциал этого небольшой. Да, безусловно, особенно если Европейский Центральный Банк, например, повысит ставку, это может быть еще какой-то скачок. Не знаю, правда, как вот Европа ведет себя на повышении ставки ФРС в среду-завтра. Это вообще большой вопрос. Может, конечно, быть показано и, например, и 1,07, и даже может быть там в максимуме 1,08. Я вообще, говоря, выше не вижу. И после этого я вижу существенный, так сказать, разворот и снижение, поскольку все равно фундаментально европейская экономика сейчас очень слаба. Ну и, соответственно, нет. Ну и понятно, что, соответственно, Европейский Центральный Банк не будет в этой ситуации гнать ставку наверх, вообще, так сказать, ни на что не обращая внимания. Следовательно, и вот этот вот рост евро, он носит такой как бы локальный характер. То есть я воспринимаю евро как в текущих местах, находящуюся у верхнего края диапазона. И я все равно, так сказать, считаю, что при данных уровнях все равно выгоднее и менее опасно разыгрывать всякие, как сказать, всякие стратегии на продажу. То есть, например, продать от текущих практически небольшим объемом, потом где-то пунктов через 80 в случае роста перепродать более высоким объемом, если дальше пойдет еще пунктов через 60-80, еще раз перепродать. В расчете на то, что произойдет серьезный, на самом деле, коррекционный слив, который может вообще превратиться в существенно большое движение и может пойти в сторону, опять же, минимумов по европейской валюте. Это вот я так себе представляю ситуацию там с евро-долларом. Ну, а вот по американскому рынку я все-таки предполагаю движение наверх. И вот какой-то участок, конечно, в случае движения резкого наверх фондового рынка, это может потащить за собой евро. И тогда можно будет увидеть, что, возможно, еще будут, если честно, лучше точки по евро для продажи. Вот такая ситуация. В общем, наблюдаем три главных события. На этой неделе, вторник, следующий тверг. И потом наблюдаем за поведением рынка, делаем выводы и потом, как бы, вот и разыграем. Потому что я полагаю, что дальше, следующие две недели будут, в общем-то, продолжением, так сказать, того взгляда, который возобладает на рынке после вот таких событий. Итак, на сегодня у меня все. Большое спасибо за внимание. И до следующего понедельника. Спасибо вам. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok